Утро пятнадцатого! Сжатишь нашего дневника продолжается. Что мы за учащий день сделали? Нихуя! Мы весь день были в дороге, ездили в странное место. Это огромная насыпная дорога длиной 48 км в море к островам. Хотели найти там что-нибудь интересное, но обломались. Не едьте туда никогда, это просто сеть туристических отелей мега дорогих. Еще дороже я в Бородеро, я еще больших нахуй крутил. Сделать там совершенно нечего. Если у вас свадебное путешествие, вы с любимой женщиной решили потратить... Спешные деньги! ...весь кредит, который вы взяли на свадьбу, то вам стоит туда съездить. И потом дросить нашу фотографию и расскажет, как круто вы проводили время. У нас дешевый отель 175 куков за ночь за двухнадцатый номер. Вот там рядом есть отель подороже. Там да, есть Wi-Fi, но там более дорого, но хороший Wi-Fi. Ёб твою мать, 200 баксов за ночь. Пошли вы нахуй, я буду под пальмой спать всю жизнь 200 баксов за ночь. Пляжи там не... А, нашли один? Да, нашли... Нет, пляж мы нашли еще на материке. Ну, точнее, не на материке, а на самой... На косе. На косе. Там, значит, сидела группа туристов, что-то жрали на камнях. Потом сидела две белых блядь. Одна причем из них явно была с мамой. И с негром тусовались. И рядом сидела жирная жирная блядь с каким-то местным лакеносом. Жирная жирная. И еще под зонтиком лежит опять же тусовка. Там белая жирная блядь. Такая средняя жирность и опять же негр местный. Короче, они сюда едут ебаться. Ебаться с неграми они сюда едут. В принципе, после аэропорта во Франкорте мы стали понимать почему. Потому что сами европейцы мужского рода производят крайне жалкое впечатление. А местные негры, в принципе, многие весьма в спортивной форме. К стыду. Огромному стыду европейцев. Пиздец там. Вот я еще раз повторю, что я видел в аэропорту Франкорте Они все, все немцы до последнего с легкой даунятиной. Они такие ходят с улыбкой такой. Сгорбившиеся. Взгляд не поднимают. То есть на такой счет, что у него легкая степень даунизма. У каждого из них. Вот. Какие-то вырождения. Следы вырождения на лице каждого абсолютно. Кто-то хромой. Кто-то жирный. Кто-то тощий. Сутлуй. Ну там пиздец. Ни одного нормального немца мы не увидели. За сколько часов там мы тусовали. Шесть, семь. Ни одного нормального немца. Блядь. Я ладно. Ну то есть я сказал, что там не видел ни одной красивой девки. Может быть там привередливость какая-то. Кто-то. Ну там ни одного даже нормального человека. Это сука уебок. На уебке. Вырожденцы. Вырожденцы. Я не знаю, чем их колят. Может быть свои невыносы. Ни в коем случае нормальными. Но их самки тоже вырожденцы. Там все с целлюлитом уже в 16 лет. Они едут вот ебаться с неграми на Кубу. Но сами впечатления от Кубы в принципе положительные. Хорошие дороги, как уже отмечалось. Много молодежи занимаются спортом. Здесь популярен бейсбол. Много стадионов. Ехали мы совершенно не по центральной трассе. А какими-то там второстепенными. Возможно даже третьестепенными. Третьеразрядными дорогами. Но все равно они прямые. Достаточно хорошего качества. Кто устал от гаишников. И хочет погонять. Вот Куба для вас самое место. Здесь можно гнать с любой скоростью, которую вы хотите. Но очень тяжело ехать ночью. Потому что машин здесь мало. Но зато много всяких телег. Притом телеги такие как в 18 веке. Они отличаются единственно от того, что там колеса оббили резиной. Деревянные же. То есть колеса деревянные, но оббиты резиной. Это единственная уступка цивилизации. И вот ты едешь. Гонишь, гонишь, гонишь. И в последний момент перед тобой появляется телега. Потому что ни один долбоеб не додумается прикрупить на нее катафот. Сзади вроде бы сидит какой-то кадр, который периодически подсвечивает фонариком. Но он походу забывает об этом. Да, хуй, никто же не ездит. И поэтому очень много велосипедистов, едущих по двое, по трое. В ряд. В ряд. Мирно беседующих. И ты вот едешь, радостно гонишь. И хлоп, перед тобой такой исчачки. Но днем гнать шикарно. Дорога прямая. И местным полицейским до вас совершенно нет дела. Я еще не видел ни одного радара. Радары здесь еще не разработаны. А полицейские не трогают туристов. Трогают только местных. Что еще? Ну, конечно, живут очень бедно. Сказать, что бедно, это вообще ни хуя не сказать. Мы были у одного местного аборигена, зашли покушать лобстеров. Лобстеров покушать. Конечно, такой предприниматель. Но потом фотки увидите. Это просто жесть. Это одна большая комната. Но зато есть туалет с кунистазом. В принципе, чисто, но очень-очень бедно. То есть, это не гадюшник. Хотя заглядывали во всякие... В квартиру в Гаване к негру одному. Значит, негр лежит на кровати. Такая белоснежная простыня. А по полу бегают куры. Это квартира в Гаване в центре Гаваны. Совсем недалеко от музея революции. Да, дрелище весьма впечатляет. Короче, возле туристических мест лучше не ошибаться. Там есть специально обученные негры. Которые к вам пристают с вопросом, что вы ищете. Что вы ищете и, блядь, что-то пытаются вам втереть. Не очень понятно, что. Кто-то пытается втереть ресторан свой. Ну, свой, конечно. А тот, который заплатит ему доллар с приведенного клиента. Кто-то пытается квартиру втереть. Кто-то кабак пытается втереть. Кто-то шлюх. Шлюхи просто пиздец. Ты их посмотрел, как бы, краем влажен. Даже не подмигивал, ни рукой не махал. Они уже несутся, блядь. Уже целовать плечо лежит. Причем хорошо они мне. Вот. Просто ад какой-то, блядь. Я хер его знаю. Чем тут намажено все. Но опасно, опасно. Вот. Но выехав уже дальше в глубинку, все-таки нравы попроще. Меньше попрошаек. Меньше бросающихся на тебя девок. То есть они, в принципе, наверно готовы к контакту. Улыбаются. Но, по крайней мере, они хотя бы не пытаются тебя сразу же облазать. Очень интересно, что у них крайне повышенная какая-то дружелюбность. Там спрашиваешь, похуй у кого, спрашиваешь, как проехать. Хуй кто скажет, не знаю. Начинают что-то крутить носами, спрашивать, выискивать, что-то отвечают все, улыбаются. Не знаю. Еще мрачных лист мы еще тут не видели. И агрессии тоже не встречали, что очень интересно. При том, что они реально все агрессивные, готовые с оружием в руках рвать империалистов. Вот. Что непонятно. Их такая дружелюбность адская. Потому что мы не империалисты, а я езжу в берете с красной звездой. Вот. Но впечатление в целом очень-очень дружелюбное. Вот в крупных городах напрягает вот эта система попрошайничества. Притом попрошайник почему-то исключительно негры. Белые все-таки ведут себя с большим достоинством. А вот негры и здесь негры. Пиздец папуаши. Да. Хотя в целом здесь вполне дружелюбно. И можно даже с нашим незнанием испанского, хотя мы его ускоренно учим. Вот. Мы без всяких туристов, не имея русских карт, проехали уже больше тысяч километров по Кубе. Без всякого напряга. То есть, имея там совсем простенький разговорник, мы как-то смогли найти дорогу, найти еду. Еду найти здесь надо увидеть. Это целое искусство. Да. В открытой продаже ее нет. Вот. Она есть. Притом, в принципе, здесь есть достаточно такие деликатесные вещи. Но их нужно уметь искать. То есть, нужно доставать. Да. Все есть, в принципе. Еда есть любая. Но, если ты зайдешь в магазин, то ты можешь купить только сахар. То это бобовые чипсы. Бобы с мясом. Но там будет много бобов. И мало мяса. Мяше там будет белого медведя. Жирной свиньи. Нет, это белый медведь. Да? Да. Жировой медведь. Вот. Еще тут очень дружелюбные собаки. Их здесь много. Они веселые. Да. Собаки прям вообще. Жирные здесь любят. А как собак жрут эти? Как их там, сука? Грифы эти лучшие. Короче, вот мультик там про лучшего грифа, который воевался с собачкой Снупи. Короче, это вот. Только здесь эти лучшие грифы собачек этих жрут. А собачка какая-нибудь гуляет по дороге. А хоть по дороге-то не гулять, не надо. Смотри, мне машина, ей похуй, с дорогой гулять надо. Вот. И раз машина сбила, тут же гриф какой-нибудь. Хватит за лапу уже утащил с дороги в траву. И уже жрут, обедают. Я даже один такой пир заснял. Будет выложено все. Кто там сидят, грифы кушают собаку. Посмотрите, все в лучшем виде. Выглядят они очень интересно. Какие гондоны, блядь. Милые такие зверюшки. Они такие странные. Наросные на голове, красного цвета. Ну, вот как мультики прямо. Я думал, надо просто нарисовывать. Не, нихуя. Они такие кушуются. Прям вот. Вдоль дорог сидят. Хочешь, смотри, лови их. И скусаются тут, наверное. Вообще страна странная. Тут очень много антиквариата. Тут практически в любом доме можно найти какую-то антикварную вещь, которую, если бы они смогли продать в Москве, за эти деньги они могли купить себе еще один дом. Короче, пытаемся отсюда наладить поставки антиквариата мелкими партиями в Россию. Это крайне выгодно. Бизнес, походу. А сюда? Слушай, а что если сюда по 2-3 ноутбука, чтобы все привозили? Блядь, здесь интернета нет. Здесь нет интернета пока. Но он развивается. В июле месяце всегда провели интернет. И потихонечку, в принципе, в каждом городе, в отеле, вы можете найти интернет. Но интересно. Чем дальше от Гавана, он становится дешевле, почему-то даже, наверное, лучше. Хотя нет. Такое понятие, как роутер, им неизвестно. Но последний интернет, который мы нашли, был, в принципе, достаточно скоростной. И стоил почти в 2 раза дешевле. А в пятизвездочном отеле, когда у них роутера нет? Как это? В пятизвездочном отеле нет роутера. Но вот если есть отель, вот рядом есть отель подороже, там чуть-чуть, но там хороший интернет, там с роутером. Да пошли вы нахуй, купите роутер себе, сука, в сраном любом отеле он окупится. И насчет прибыли переносить через три часа там все туристы подключат. Не, нихуя, у нас нет роутера. Стоит компьютер, один сидит очередь к нему. Один час четыре доллара и сидит очередь. Один компьютер стоит. Но вы, блядь, поставьте хотя бы второй, третий компьютер, денег заработаете. Нет, нихуя. Роутер прикрепите, пятьдесят долларов стоит. Пятьдесят, ну даже двести, если вы заплатите еще за контрабанду роутеров. А купится. Ну а на этом мы заканчиваем. Наш утренний репортаж нам наконец-то сделали еду. Нам кушать. Кстати, последняя наша ночевка вполне бюджетна. Двадцать куков с завтраком. Это чуть больше двадцать долларов на двоих. Вполне приличный номер. Ну, вообще-то, приличный номер. Кондиционер, холодильник, две кровати, душ. Я зашу розовый, больно. Розовый, да. В эдаком стиле барби. Ну, это все. Я себе привычно. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова